Музыка Ну что, привет, красотка! Долго ждать не пришлось, я снова решила вас порадовать марафоном красоты. Первый мой опыт марафона в марте, как вы помните, я проводилась 1 по 7 марта. Это настолько меня вдохновило, настолько мне понравилось, настолько вам понравилось, что я, в общем, недолго отдохнув, решила приступить уже ко второму. Как вы помните, мой первый марафон был посвящен именно внешней красоте, то есть каждый день мы с вами учились то рисовать красивые брови, то губы, то кожу идеальную, как получить. Этот же марафон будет посвящен более важной и глубокой теме, а именно внутренней красоте. Потому что красотки истинная, настоящая красота, она не выражается стрелками, бровями, надувными губами, грудью, попой. Если нет вот здесь вот самого главного, если здесь нет энергии, искорки, если нет любви к себе, уверенности в себе, то вот эта внешняя оболочка, это просто будет плюс еще одна кукла, которая похожа на остальных других. Но красивой такую куклу я бы не назвала. Поэтому в этом марафоне будут глубокие темы о принятии себя, о любви к себе, о правильных каких-то привычках в спорте. И как вы помните, прошлый мой марафон выходил именно каждый день, то есть там было 7 видео в неделю. Но так как тематика этого марафона более серьезная, более такая глубокая, каждое видео нужно будет осмыслили себя, подумать. Я разделила темы этого марафона только на 4 видео. Таким образом, видео будут выходить через день. Например, сегодня понедельник, первое видео, завтра видео не будет, в среду снова будет, в четверг видео не будет, в пятницу снова будет, в субботу не будет и в воскресенье будет. Итого у нас получится с вами 4 видео, 4 важнейших, глубочайших, серьезнейших видео, наверное, на моем канале. Но в остальные дни, вот когда я буду отсутствовать на YouTube-канале, я вас буду звать в свой Instagram, потому что я своих красоток без подарков и без всяких милых сюрпризов не оставлю. И, конечно же, с этого марафона тоже будут призы и не один, как в прошлый раз. Поэтому те дни, когда я не буду на YouTube, я буду в Instagram выставлять задания, так сказать, домашнее задание для вас, чтобы вы их выполняли и получали от меня маленькие презенты. Так что, чтобы мы с вами не потерялись, обязательно подписывайтесь на мой Instagram, здесь будет сейчас ник. И обязательно следите всю эту неделю за постами, потому что будет интересно, будет полезно. И еще один такой моментик. Однажды я получила такой комментарий, когда говорила о внутренней красоте, именно, Саша, тебе легко говорить, ты умеешь круто краситься, ты там знаешь, как себя за одну секунду сделать красоткой. И, конечно, в таком случае легко говорить о внутренней красоте. И решила взять на себя такой вызов и на этот марафон появляться на камере абсолютно без макияжа. У меня сейчас есть только бальзам для губ, потому что то, о чем буду я говорить с вами в этих роликах, абсолютно никак не связано ни с тенями, ни с тушью, ни с тональником. Это все касается именно вот этой красоты, которая находится внутри. Поэтому, да, я решила немного голой выступить перед камерой. Честно, год назад я бы даже представить не могла, что без макияжа я могу пойти там вынести мусор, в кафе сходить. А сейчас, говоря на почти миллионную аудиторию, я чувствую себя более чем комфортно. И красотке это не просто так, я такая, оп, изменилась резко. Нет, это большая работа над собой, над своими мыслями. И очень надеюсь, что своими роликами, информацией, своими знаниями, опытом я помогу вам чувствовать и думать так же. Но мы переходим к теме видео, которое звучит так. Что значит быть красивой? Это очень глубокий вопрос, это очень важный вопрос. Я решила задать его в первую очередь вам, моим красоткам. Очень многие откликнулись на мою просьбу в инстаграме, поэтому не пропускайте, девочки. Подписывайтесь на инстаграм, там вся движуха. И давайте послушаем пару-тройку мнений о том, что же такое красота, что значит красивый человек от вас. Человек красивый, если он находится в гармонии с собой. Потому что такие люди не заостряют внимание на своих недостатках и при общении окружающие не замечают их, а видят только положительные стороны. Лично для меня красота человека заключается не только в каких-то внешних факторах. Красивый человек это добрый и искренний человек. Это когда он по-настоящему улыбается и не желает никому зла. Потому что с таким человеком очень приятно общаться, он как бы светится позитивом. Я думаю, в этом и заключается вся красота человека, в его манере общения и в его действиях. Для меня понятие красота человека делится на внутреннюю красоту, то есть личные качества человека, которые каждый определяет для себя индивидуально. И внешняя красота. В первую очередь это ухоженность, выражение лица и осанка. И неважно, какой формы у тебя нос и из какой ты страны. Я считаю, что красивый человек в первую очередь следит за своей внутренней красотой. Это добрый, порядочный человек, который уважает других, на которых можно всегда положиться. Если ты красив внутри, ты красив снаружи. Для меня красота делится на внешнюю и внутреннюю. Внешняя красота это подтянутая тело, ровный тон кожи, густые брови и блестящие глаза. А внутренняя красота это когда человек искренний, добрый, отзывчивый, бескорыстный и когда он честный. Если честно, у меня сейчас внутри прямо как-то гордость зашкаливает за моих зрителей, за таких умных и мудрых. За то, как они относятся к слову красивый. Потому что я специально в этом вопросе не обозначила внешняя эта красота или внутренняя. Я просто сказала красивый человек. И очень многие задели именно какие-то внутренние качества, которые дают нам возможность сделать вывод о том, красивый человек этот или нет. Спасибо вам большое за честность, за искренность, за открытость и просто за вас. Но для меня красота человека это свет, исходящий изнутри. Это блеск в его глазах, это любовь, которую он транслирует миру. Это не форма носа, разрез глаз, это не цвет кожи, не количество килограммов и красотка. Если ты до сих пор думаешь, что ты некрасивая, то я помогу тебе подумать иначе. Так вы думаете, что мешает нам принять себя и почувствовать себя красивыми? Одно такое есть слово, противное такое. Они есть почти у всех, их тяжело побороть. Но если с ними справиться, жизнь просто превращается в сказку. Это комплексы, дамы и господа. И я опять же обратилась к вам, чтобы спросить у вас же, какие комплексы у вас есть. Я опять же очень горжусь тем, что очень многие отреагировали, то есть очень многие решили на камеру, понимая то, что они попадут на такую аудиторию, рассказать о своих комплексах. Не постеснялись. Это просто огромный уже на самом деле шаг вперед. Мой комплекс это то, как я вижу себя на видео, когда я его сняла. Мой самый главный комплекс это то, что я недостаточно худая для своего возраста, своего роста. Я очень стеснительная и застенчивая. Мне кажется, что у меня большой нос. Самый мой большой комплекс это моя кожа. Красотки, мой комплекс это лишний вес. Но в свое сообщение я бы хотел закончить одной фразой, которая в свое время мне очень помогла. И может быть кому-то она поможет тоже. Итак, девчонки. Если вы в себе что-то не любите, измените это. Если вы не можете это изменить, примите себя. Любите себя. Ведь вы красотки. Комплексы, как вы уже заметили, могут быть совершенно разными. Они могут касаться и чего-то внутреннего, там застенчивость, неумение общаться с людьми, неоткрытость, какая-то замкнутость. Также это может быть внешне какие-то характерные черты. Девочка не принимает свою форму губ или свой разрез глаз. Мне кажется, единственная причина, которая может зарождать комплексы, которая может их как шалашки строить внутри вас, это неуверенность в себе. И в сегодняшнем видео я хочу побороть эту неуверенность в себе в вас, дав вам пять советов, которым стоит следовать всю жизнь. Это не то, что можно сделать за один день и все, как бы изменить себя. На это уходят годы, на это уходит целая жизнь. И если вы хоть что-то из этого уже осознаете, хоть что-то из этого начнете применять, вы просто обалдеете, насколько сильно может измениться ваша жизнь и ваше мироощущение и отношение к себе. А в ответ и отношение окружающих к вам. Потому что то, как чувствуем мы себя, так нас и принимают люди. Первым пунктом я выделяю саморазвитие. Это настолько важно, это настолько необходимо каждому из нас. Это не то, как вы учитесь в школьной, то, как вы там отвечаете на уроки и потом поступаете на бюджет или на бюджет в университет. Саморазвитие это то, насколько вы вообще интересуетесь этим миром, насколько ты многогранна. Конечно же, я посоветую побольше читать. Если для вас до сих пор чтение это какая-то скучная, нудная фигня, если честно, у меня так было в школе, и это очень печально, то вы просто не держали интересную книгу в руках. Вы просто не читали то, что вам действительно интересно. Я настоящую любовь к книгам начала испытывать, именно прочитав первую книгу по психологии. И я поняла, что эта тема меня очень интересует, что книга может быть интересной. То же самое касается и фильмов. Фильмы бывают абсолютно разные. И те, от которых можно деградировать, и те, которые просто переворачивают мир жизни, я обязательно в описании оставлю список книг, которые я советую к прочтению, и список фильмов, которые я советую к просмотру. Они расширяют сознание, они в чем-то меняют даже жизнь, в чем-то даже в корне какие-то основы закладываются. Они, в принципе, полезны для жизни всем. Если вас интересует именно видеоформат, раз вы сейчас сидите на ютубе, смотрите блогеров, которые не просто отнимают ваше время, а которые дают вам какие-то ценные советы, которые действительно могут поменять вашу жизнь. В общем, если ты не будешь интересна самой себе, то как ты можешь быть интересной окружающим? Второй момент. Прими свою индивидуальность. Это то, чем я говорю, по-моему, в каждом видео. Красотка! Ты красотка! И прими то, что у тебя именно такие глаза, именно такой нос, именно такие волосы, может быть, где-то на другом конце света или в твоем же городе, в твоем подъезде живет твоя вторая половинка, так сказать, которая хочет именно такую девушку, которую хочет именно такие кучерявые волосы, именно такую фигуру, а мы постоянно хотим косить под других. Третий момент. Я думаю, всем известно эта фраза. Что это? Поговорка или как это называется? Ну, короче, устойчивое выражение. Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Сначала научитесь отдавать, и затем, поверьте, вам ответят просто сполна. Вам ответят в три тысячи раз больше. Если ты будешь ждать от моря погоды, так сказать, ждать, что когда-то кто-то тебе поможет, когда-то кто-то к тебе будет относиться хорошо, а ты попробуй начать с себя. Будь отзывчивым человеком, который всегда готов помочь. Ни которого просто используют, ты не можешь сказать нет. То есть, те люди, которые у тебя просят постоянно списать, в ответ тебе ничего не дают и просто используют тебя, это другой вид людей. Мы сейчас не про эту ситуацию. Мы поговорим про помощь людям. Например, купить у бабушки на улице цветы. Или помочь маме. Не отказать подруге. Я думаю, вы испытывали вот это чувство внутри, когда ты кому-то помог. Это не тщеславие, это не какая-то гордость за себя. Это просто радость. Это радость, которая тебя переполняет. Когда я переводила бабушку через дорогу, когда постоянно открывала им двери, когда не просто давала денег на улице, а спрашивала, вам купить хлеба? И она отвечала, да. И я ей покупала мешок продуктов, и она плакала от этого. Это переворачивает мир внутри тебя. Это растит уважение к самой себе, а значит и уважение других к тебе. Поэтому, красотки, будьте добрыми, отзывчивыми и всегда готовыми прийти на помощь. Четвертый пункт. Постулат, который нужно нести с собой по жизни вот здесь или вот здесь, я не знаю, где-нибудь. Не сравнивайте. Девочки, не сравнивайте себя с другими. Не сравнивайте свою жизнь с жизнью вашей одноклассницы, с жизнью какой-нибудь телезвезды, блогера или кого-то еще. Одно дело мотивировать себя. Например, если вы видите успехи других, вы понимаете, что так, что-то к моему возрасту она уже добилась того-того-того. Можно мне тоже как бы было бы постараться. Это другое чувство, это чувство мотивации, это чувство вдохновения, это хорошо. Но если вы испытываете чувство неудовлетворенности, чувство зависти по отношению к другим людям, когда видите, что у них это есть, а у вас этого нет, и разница между тобой и этим человеком слишком велика, единственным способом здесь будет просто возвращаться в настоящее, возвращаться в свою жизнь и искать положительные черты твоей жизни. Поверьте, вы их точно найдете, об этом мы подробнее поговорим в следующем пункте. Просто поймите, если вам транслируют там в Инстаграме или на Ютьюбе, у кого-то идеальные отношения, идеальная кожа, все у них идеально, и классные вещи, и косметика, и все-все-все, люди показывают то, что хотят показать, а не то, что у них есть на самом деле. Вы видите конечную какую-то картинку, которую вам захотели показать, и вы сразу начинаете сравнивать с собой, понимать, так, вроде бы-то я и не такая уж и красивая, хотя только что все было нормально. Просто поменьше сравнивайте себя, побольше живите в настоящем, цените тех, кто рядом с вами. Ну и пятый пункт, это прямо формула счастья, это формула успеха. Это окружать себя счастьем самому. То есть не ждать от судьбы какого-то момента, когда вы можете сказать, «О, да, вот сейчас я счастлива, хорошо». Этого никогда не будет. Наполняйте себя сами счастьем каждый день. Поверьте, никто вам ничего не должен. Ни мэр, ни президент, ни глава подъезда, ни ваш преподаватель, никто. В этой жизни вы сами для себя живете, вы самый главный человек у себя. Как бы это эгоистично ни звучало, но никто, кроме вас, не изменит вашу жизнь. Никто, кроме вас, не создаст гармонию внутри вас. Поэтому единственным способом, единственным выходом из этого будет создавать счастье себе самому каждый день. Пишите благодарности. Это то, чем я занимаюсь каждое утро. Я пишу пять благодарностей за этот день или за прошедший день. Это может быть хоть что. Ваш любимый человек приготовил вам кофе. Солнце светит, хорошая погода. Если вы можете видеть, слышать, чувствовать, ходить, вы уже счастливее многих людей. Иногда просто нужно реально остановиться, немного так осознать и подумать. Блин, да я офигенно счастлив, я могу сейчас бежать. Многие люди не могут ходить, многие люди не могут бежать. А ты можешь. И сидишь и откладываешь тот день, когда когда-то с понедельника ты начнешь бегать по утрам. Если ты хочешь, чтобы было красиво в подъезде, возьми да посади сам цветы. Посади цветы и почувствуй, что ты испытываешь внутри. Я недавно так сделала. Я посадила цветок в подъезде, хотя я и цветы, как мне казалось всегда всю жизнь, это просто какие-то две полярные вещи. У меня кактусы высыхали, если что. И сейчас я взяла на себя ответственность, чтобы поливать этот цветок, опрыскивать его и просто радовать глаз других людей, которые будут проходить мимо. И вместо бычков и всякой фигни, которая лежала в подъезде, они будут видеть цветок. И не передать словами, что я весь этот день чувствовала, что я чувствую каждый раз, проходя мимо этого цветка сейчас. И также в этом пункте важно сказать о позитиве, который вырабатывается как привычка на самом деле. Я вам серьезно говорю. Видеть позитив это привычка. Я иногда даже смеюсь от того, как мы с Денисом можем самую плохую ситуацию в жизни, самый какой-то тупой момент преобразовать в хороший. Это настолько офигенная привычка, настолько я ее долго вырабатывала на самом деле. Настолько проще поныть, проще сказать, ну блин, ну вот так вот, капец, позвонить всем, об этом рассказать, всех еще досаждать этой информацией, тебе самому хуже. Это, короче, я не знаю, почему человек вообще это делает, потому что это очень легко. Но намного выигрышнее для тебя же самого, намного счастливее ты станешь, если ты будешь замечать позитив даже в негативе. У меня уже просто это как привычка говорить, допустим, что-то плохое произошло, и я такая, но зато, та-та-та-та-та-та-та-та. И действительно, в любой ситуации, вот назовите мне любую плохую ситуацию, найти позитив можно. Ну что ж, красотки, вот такие пять моментов, пять пунктов, пять правил жизни, которые не то чтобы могут побороть неуверенность в себе, которые могут вас сделать самым счастливым, самым уверенным человеком в себе. И я очень-очень надеюсь, что я была вам полезна, что буду вам также полезна. Послезавтра, то есть в среду мы с вами будем говорить о правильном питании, чтобы наполнять свой организм только полезной и здоровой едой, но при этом вкусной, потому что вкусно покушать мы все любим. И не забывайте следить за моим инстаграммом, потому что уже завтра там появится задание по сегодняшнему дню. Пишите обязательно ваши отзывы в комментариях, как вам вообще такое видео. Я очень редко на своем канале говорила именно о чем-то таком внутреннем, о чем-то глубоком, но, как мне кажется, о наиболее важном. Мне очень будет интересно, как вам это видео, как вам такая информация, как вам такая тема марафона. И встретимся с вами уже послезавтра в 16.00 по-московскому. Я вас очень сильно люблю. Улыбайтесь чаще. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok